Приветствую! В сети есть масса видео, на которых полицейские, либо военнослужащие, обращаясь к человеку, говорят, что у него должны быть с собой документы, удостоверяющие личность, то есть паспорт, либо же военно-учетные документы, то есть военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного, либо приписное удостоверение. И обосновывают они это следующим, что мол в стране введено военное положение и в связи с военным положением каждый гражданин Украины обязан носить с собой эти документы. И вот здесь нам нужно и разобраться, а не лукавят ли они, а правда ли у нас есть такая обязанность. Но прежде чем мы разберемся с этим, хочу вас пригласить в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео, а в самом телеграм-канале вы найдете массу полезной информации, которая поможет вам реализовать ваши права. Итак, каким нормативно-правовым актом в 2023 году во время военного положения в Украине предусмотрена обязанность человека носить с собой документы, подтверждающие личность и документы, которые подтверждают его нахождение на учете, воинскую специальность и прочее? Ответ прост. На сегодняшний день такого нормативно-правового акта просто не существует. Ну вот нет, нет ни одного закона, либо хотя бы постановления Кабинета Министров Украины, которая обязывала бы нас с вами носить документы. Конечно же вы можете сказать, стоп, а была же карантинная постанова, вот эта 12.36, и мол там обязывали нас носить документы. Действительно такая постанова была, и действительно карантин пока же еще продолжается, несмотря на то, что пандемию отменили, но карантин-то у нас еще продолжается. Так вот, эта постанова, она в той части, которая предусматривала вот эти ограничения, в том числе и ограничения там ходить в маске, носить с собой документы, она уже не действует. Еще с марта прошлого года. Поэтому на сегодняшний день, повторюсь, нет ни одного закона, либо постановления Кабинета Министров Украины, либо какого-то другого нормативно-правового акта, который обязывал бы вас с собой носить паспорт, военный билет, либо же ДИЮ имеет. Да, нет такой обязанности, нет, даже несмотря на военное положение и мобилизацию. Конечно, актуальным вопросом есть какой вопрос, а может ли сейчас начальник ТЦК издать приказ и сказать, что вот здесь, в этой области или в этом районе, все военно-обязанные должны носить с собой документы? Ответ прост. Да, конечно, может. Да, может. Почему? Потому что так сложилось, что любой начальник ТЦК у нас может издать любой приказ. Какая юридическая сила этого приказа? Да, собственно говоря, никакой. Такой приказ начальника ТЦК, даже если это там самый главный областной ТЦКшник, не обязывает нас носить с собой документы. Поэтому делаем соответствующие выводы. А выводы здесь просты. Когда полиция, когда военнослужащие рассказывают о том, что мы обязаны носить документы, ну, они немножечко, мягко говоря, лукавят. Друзья, если считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подпишитесь на мой канал. На нем вы найдете еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok